АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Айхальского ГОКа оказывают поддержку по развитию этого элемента производственной системы. Новые методы помогают организовать рабочее место правильно, убирать его, придерживаться стандартов и дисциплины, чтобы работать было хорошо и комфортно. К пяти общепринятым этапам добавляется принцип сейфти, соблюдение правил безопасности. АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ АЛМАЗНЫЙ КРАЙ В МИРНОМ определили самых талантливых детей, которые представят алмазную столицу в республиканском конкурсе «Полярная звезда». Финал его пройдет в марте в Якутске. Показать лучшие номера соберутся участники со всей республики. И посоревноваться будет в чем. Игра на музыкальных инструментах, песни, танцы, фотография, прикладное творчество – всего не перечислить. Кто на «Полярной звезде» представит мирный и многих ли кандидатов пришлось для этого отсмотреть жюри. Расскажем прямо сейчас. Модели из студии «Тиара» демонстрируют свои наряды на камеру. Гордиться есть чем. Костюмы девушки создавали сами. Три месяца ушло на разработку эскизов и пошив. Коллекцию с необычным названием «Импульс и развитие» представили на «Полярной звезде» впервые. Это современный якутский костюм. А вот ансамбль народного танца «Кустук» решил вспомнить древние традиции предков и в своем номере рассказать о борцах и богатырях якутской земли. Игра на музыкальных инструментах, песни, танцы, фотография, прикладное искусство в рамках творческого конкурса «Полярная звезда» участник может продемонстрировать свои таланты в самых разных направлениях. И таких желающих немало. 22 февраля представителей со всего Мирненского района оценивало жюри из Якутска. На это ушел целый день. Выбрать из 800 участников 25 лучших. Говорят, было непросто. По регионам я могу оценить работу вашего района на высоком уровне. Очень сильные вокалисты у вас, очень хорошие танцы. Видно, что в районе работают с детьми на высоком уровне. Республиканский конкурс «Полярная звезда» существует уже 24 года. Финал для отдаленных улусов пройдет 23 марта в Якутске. Из-за отсутствия финансирования не все победители, например, из Мирненского района, смогут выехать в столицу республики. Поэтому организаторы конкурса решили проводить отборочные туры и галоконцерты по регионам. С Мирного не все вряд ли поедут, но будем хотя бы кого-нибудь ждать, хоть одного, хоть двух участников, представителей вашего улуса. На следующий день после отборочного тура во Дворце культуры «Алмаз» прошел галоконцерт, на котором определились победители. Кто из финалистов поедет представлять Мирненский район на республиканский финал, пока неизвестно. Участники ждут спонсоров, которые смогут оплатить их поездку. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Как решить вопрос, когда больше не к кому обратиться? Помочь зачастую могут в районной администрации. Например, в Ленске такая форма работы с населением практикуется давно. Статистика говорит, все больше людей приходят за решением своих вопросов к главе и его заместителям. А Роман Токмаков продолжит. Практика проведения приемов по личным вопросам в администрации Ленского района известна большинству жителей. Они используют любую возможность, чтобы пообщаться с властями. Причем в период руководства районом Жумарта-Абельманова популярность личных встреч возросла в разы. К главе и его заместителям идут с разными вопросами. Больше всех – жилищных. «Да вообще нигде у меня нет. Я так в одном месте нашел. Поживает там, повернуться негде. Вот, что скажет, лоб не ударит». У меня просто старый дом, ему уже 60 лет. Ну, по поводу того, что программа закончилась, ну, заканчивается в 25-м году по переселению из аварийного жилья. «А я хотела бы узнать, что дому 60 лет, дом требует ремонта, и вот что мне делать дальше». «Я снимаю вот аварийные, которые дома снимаю, квартиру. Сейчас этот дом уже сносит, уже на снос идет. Дальше мне что делать, что тоже надо спросить тоже». Предварительная запись осуществляется в общем отделе администрации и по телефону. Все подробности на информационном стенде первого этажа и на официальном сайте. Запросов, заявок и заявлений специалисты обрабатывают много. Только за 2019 год главе Ленского района поступило 1972 обращения от граждан. Из них 1560 в письменной форме и 412 в устной. «Оформляется карточка личного приема, на которой гражданин ставит свою подпись о том, что он был на приеме и согласен с теми разъяснениями, которые ему предоставлены. Если к карточке прикладывается заявление, либо по этому вопросу необходимо дополнительное решение, в течение 30 дней, согласно 59-му федеральному закону, гражданин получает разъяснение на свое обращение». В зависимости от специфики вопроса глава либо сам решает, как можно помочь человеку, либо направляет к ответственному сотруднику администрации. В прошлом году положительные ответы на свое обращение получили 1019 человек и 953 заявителя разъяснительной рекомендации. В минувшую субботу в Мирном прошел этап молодежной спартакиады «Спортфест» – «Алмазный дельфин». Традиционно в феврале молодые специалисты «Алроса» встречаются на дорожках плавательного бассейна. Соревнования, чем-то похожие на веселые старты, собирают десятки участников и болельщиков. Кому на этот раз удалось выйти сухим из воды, в смысле не проиграть, узнавала Анна Брянская. Мы болеем за Вилюйскую игре, ребята молодцы, команда «Компас», мы желаем им победы и успехов. Мы приехали с Айхалов поддержать наших. Почему считаете, что мы на них должны победить? Потому что мы в них верим, самое главное. Главная не победа, главная часть, а там победит сильнейший. Я болею за команду «Солянка» города Мирнинского горно-богатительного комбината. Это сборная команда, потому что она очень сплоченная команда. С каждого предприятия взяли лучшего, и они по-любому победят, я в них верю. За КСК. А я за своего брата. А почему считаете, что именно они должны победить? Потому что они заняли первое место на спартаке Ази летом. Кажется, что болельщиков здесь больше, чем самих участников команд. Корпоративные флаги и самодельные плакаты с поддерживающими лозунгами. Сами участники разной степени подготовки. Скажите, как долго готовились? Целых, сколько, две тренировки у нас было до этого. Но ребята у нас есть, которые все время ходят, плавают. Все конкурсы на силу и выносливость. Например, доплыть до надувного матраса, вскарабкаться на него. Причем всей командой. Затем, не потеряв ни одного участника, добраться до финиша. И таких конкурсов на воде шесть. Десять команд из подразделений компаний по очереди преодолевают водное пространство. В перерывах между заданиями игроки еще раз проверяют условия. Здесь важна не только скорость, но и соблюдение правил. Соревнования «Алмазный дельфин» проходят ежегодно в рамках спартакиады молодых специалистов «Спортфест». Победа в «Дельфине» – это не только кубки и грамоты, но и общий зачет для дальнейшего участия. Каждый раз занимают разные команды, потому что в зависимости от подготовки команды, кто как подготовился, заранее начинали тренировки или нет, тут не скажешь, что какая-то команда постоянно занимает победу. По итогам соревнований с лучшим результатом на первое место вышла команда «Феникс» от КСК. За ними с отрывом всего в 23 секунды на втором оказалась команда «Компас» из Вилюйской георазведочной экспедиции. И тройку лидеров замкнули специалисты «Алроса» спецбурения. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На этом все. Новости региона доступны в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграм, ВКонтакте и Ютуб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин